День добрый. Случилось невиданное. Приехала ко мне посылка с одним кубиком. Кубиком не простым, а трешка от Dayan. Я здесь недаром достал две трешки от Dayan. Dayan 5 Жан-Чи. Он мне 55 миллиметров. С него я начинал свою карьеру спидкубера. Правда, я им собирал только дома на соревнованиях и уже с другими кубиками участвовал. И его upgrade, скажем так, или реинкарнация Dayan 5 Жан-Чи 2017. Который я не уверен, что он получился лучше, чем старый. С более современным механизмом. Такое странное вращение. Однажды мне пришлось его собирать механически. Возможно, тот экземпляр был бракованный. Ну, очень я долго мучился с обычной трешкой, чтобы механически собрать. Ну, надеюсь, что это был брак. Ну, что же это? Мы видим знакомого китайца, который чахнет над кучей головоломок. Где-то мы его уже видели. Это Dayan Xiyangyun. Мой китайский безупречен, я знаю. Поэтому буду я его называть Dayan 7. Как многие это делают. Да, это седьмая версия Dayan. Но если как бы пропустить вот эту и вспомнить, что была шестая версия Dayan 6 Panchi, которая была неудачной. И ее пришлось прекратить выпуск, поскольку в году скорости стал очень хрупким тот кубик. Внутри нет инструкции по сборке. Как быть? Ну, коробка стандартная для Dayan. Ничего тут нового. Есть изображение со строением. Чахнущий китайец. Много слов. И нет инструкции. Ну, и фирменный логотипчик у Dayan. То есть, у меня там недавно приезжал. Вот он. Мастерский тюб. Коробочка. Мало чем отличается по дизайну. Китайцы также чахнет. Тут хоть это следующая версия была нарисована. А так все тоже самое. Но, видимо, не в коробочке интерес. Я взял версию седьмого Dayan в цветном пластике. Ну, что-то мне так захотелось. Да еще из-за того, что именно в цветном пластике. Внутри неокрашенный пластик. Праймари. Ну, или премиум. Кому как нравится. Так. Ну, внешне. Он очень похож на Valk3Power. Наверное, даже стоит их рядышком поставить. Может, по цветовой вами. Не знаю. Но чем-то он мне напомнил. Логотип Dayan радует глаз. Хотя мы уже понимаем, что он явно не конкурент современным топовым кубам. Давайте попробуем помешать. Интересное достаточно вращение. Такое очень контролируемое. Если сравнить с вращением более тугое. А это 2017 года. Таем 5. Ну, возможно, что он сильно затянут. Да, он достаточно хорошо затянут. Чем-то он мне напоминает San Juan Mars. Первая версия. Такое ощущение, что что-то там где-то цепляется. Вот тоже был с премиум пластиком. Давайте попробуем собрать. Потом разберем. Посмотрим, что у него внутри. И будем делать какие-то выводы. Это же все-таки Dayan. Легенда головоломок. Ну, доворот У3. Лучше в традициях, когда у нас скип. Ощущение, что он либо плохо смазан, либо очень сильно затянут. Ну, смазку мы сейчас добавим. Это не проблема. Еще, в общем, создается такое ощущение, что он магнитный. Хотя магнитов в нем явно нет. Ну и стоимость его невысокая. Как бы магнитный кубик без магнитов. Достаточно много контроля. Ну, вот со смазкой начинает крутиться веселее. Понятно, что этот кубик будет средней ценовой категории. И, скажем так, для начинающих, для просто увлекающихся конкурировать. Да. Ну, ему просто нечем конкурировать. И вообще, в последнее время кубики без магнитов совершенно перестали нравиться. Ну, именно трешки. Меня это удивляет. На второй раз белый скип. Плохо, видимо, мешаю. Давайте еще раз. Приятное, наверное, достаточное включение. Но не очень быстро. Пока что. Ему надо либо притереть, либо расслабить. Ну, больше он для эстетического, наверное, наслаждения. Дайан все-таки. Я долго ждал, когда же Дайан выпустит нормальную трешку. Вот как бы дождался. Ну, она не топовая. Так, а я крест неправильно собрал. Ну... Она совершенно не топовая. То есть, ну, обычная середнячковая такая трешка. Но, вероятно, очень неплохая. Мне лично никаких негативных эмоций не вызывает. Вполне четкая. Очень хорошо контролируется. То есть, здесь густая смазка даже не нужна. То есть, вращаем. Нерасхлябанный. Ну, я обязательно тыщенку на нем откручу. Тогда можно будет делать более осмысленные выводы. Но пока... Середнячковый куб. Ну, достаточно интересным дизайном. Ну, обычным для всего. Огромные просто отверстия. Просто огромные. Да, действительно, как у Сан-Хуан-Варса. Праймори пластика внутри. Ну, не знаю, поможет, она ему не поможет. Посмотрим. Ухворез. Ну, режет. Я бы не сказал, что прям с идеальной легкостью. Есть момент, где он будет клинить. Отсюда уже режет в обратную сторону. Да. Ну, это по середочке. Конечно, такой углу ни к чему срезать. Но все же любопытный факт. Так. Раз они сделали такую мощную защиту от клипов, наверное, уголки флипаться не должны. Так ведь? Флипаются, но с очень большим трудом. Я сомневаюсь, что в сборке это можно будет повторить. То есть, приходится прилагать достаточно серьезные усилия. Ну, такое ощущение, что немножко чем-то цепляется. на выполнение простых алгоритмов. Ну, и достаточно шумный. Ну, я думаю, ценители Дайана приобретут такой кубик. Стоит недорого. Ну, и вполне можно собирать за любое время. Хоть, да. За 6 секунд. Если уж на Рубиксе, там меньше 10 секунд собирали. То, что надояние с этим проблем не будет. Не надо еще немножко привыкнуть. Мне, в принципе, нравится. Давайте его вскроем. О, какой. Смотрите, какой интересный. Я, по-моему, такого еще не встречал. То есть, мы видим ребро, которого основное тело из премиум пластика, из неокрашенного пластика. Пластинки цветные, которые достаточно хорошо сидят. Ножки-блокираторы такие все с отверстиями. Это для уменьшения веса, судя по всему. Давайте посмотрим на угол. Ну, угол более привычный. Короткая ножка. Тут все попроще. Ну, мы видим, что там вот внутри есть болтик, который можно открутить очень длинной тверсткой. Ну, и по всей видимости, его можно будет разобрать, чтобы там магнитить. То есть, вот этот элемент, он весь цельный. Вот этот вот. Целикулый. То есть, он не из двух частей состоит. Она, похоже, вся деталька отлетая. Да, очень похоже на то, что это летая деталька. То есть, будет она достаточно крепкая, прочная. Не как панши, который ломался. Достаточно интересно. Ну, ждем магнитную версию какого-нибудь интересного куба от Даяна. Опять же, там усиленная крестовина. Видно ее внутри крышки. Крышка сидит достаточно плотно. Ногтем не снимается. Строение крышки. Ну, и внутри тут ничего нового. Я рад за Даяну, что они выпускают и кубики 3х3. Возможно, выпустят что-то бюджетное в плане 4х4. Потому что, единственная четверка, о которой мне известна Даяна. Она в совместном производстве с МФ-8. Ну, как я знаю, не очень удачная. Ну, вернее, совсем не удачная. То, что вдруг что-то выпустят. Ну, и вот, конечно же, не ВЦА головонки от Даяна. Все мы ждем. Особенно в Мастерскюбе, который там профессор Мастерскюб. Ну, короче, семислойный. Я лично жду. Если вы ждете, пишите. Будем ждать вместе. Как бы компания МФ-8 тоже далеко давно анонсировала Хексаминс. Причем ДДК, который больше Витаминс. Ну, как вы знаете, ее до сих пор нет. Неплохая трешка. Среднего уровня. Для коллекции советую. Как для первой трешки тоже вполне пойдет. Возможно, после определенного количества сборок она станет великолепной. Ну, и сейчас трешка совершенно неплохая. Даян. Ценим. Любим. Ждем. На этом все. Всем спасибо. Всем пока. Это был Даян Сень.